Дежурка на замок Мы все очень нервничали из-за того, что у нас У нас режимное подразделение, мы тоже самое выйдем Не мешайте работать Вы не бедитесь на вас Я хочу, я вас попрошу Вот это белому начальство отдела, в котором все дела херят вместе с начальником Снимай его отсюда, убирай его отсюда Фамилия его Сусол Десять лет я воюю, и завтра он будет в суде Горьба ему позора снимать И такой начальник школьный Друзья, как народ любит Народ любит шикарно Никому ничего Здесь у них порядок Чтоär, ну, не знаю Очень много Должно сказать Справа Люди стоят Вот Жёпу не поднял Свою Это шикарно Затплату получать, наши Сиди по шее Снимайте, снимайте Смотрей Я свидетель на пасушку, я выживаю статус, пока у тебя не было статуса, мне нужно подписываться, дайте материалы и выживаться. Продолжение следует. Не принял никто ничего, никого не поставили в известность, люди стоят, сутки уже пошли вторые сутки, следственные действия не проводятся. Можете записывать, бояться нам нечего, можете записывать. Мы тоже не боимся. Мы тем более не боимся. И поэтому народу очень интересно, какие меры приняты и что. Сколько можно держать народа в непонятных. Вы живете за счет народа, вы получаете запасу государства, то есть налогов, законопослушных граждан Украины. А работать свою не делайте. Не то что не делайте, а вообще ее не делайте. Потому что коррупция у вас зашкаливала в Бридянске. Образовали всю организованную группу, это ОПГ, и занимаются. ОПГ керуюсь, я так на мою думку, прокурором Маленко на сегодняшний день с Романовым, Заборовским. А милиция, она же как была вся, шестерка у прокурора, так она и остается. Дела херят, закрывают на корню. Деньги снимают с обвиняемых. И потом по концовке дела закрываются. На сегодняшний день, у меня только лично 10-й год идет, в суд попал обвинение, которое не соответствует моему преступлению совершенному. И вот они стоят, медицинер, чтобы убедены, который вообще ничего не делал. И они стоят, что мы уже что-то сказали. Мы уже что-то сказали. Ну так. Сейчас. Сейчас, когда на 100-е. И. У нас хорошо, чтобы выйти. Выбери. Выбери. Какими. Я бачу. Я не тебе. И. Я не хочу. По порту. Выберите, что я. Чтобы было в дурак. Участкова, который по херу делал, не проводили опросы визитов. Возвести до кухни, не проводили сессии 10-9. Взять начальника сессии дела, вообще не контролирует ничего. Взять начальника милиции, а он ничего не знает, что следует. Это когда мы туда работаем и мало денег платим, я так понимаю. Вот он с пистолетом. Здравствуйте. Здравствуйте. Пацаны, найдите дончанина, пожалуйста. На все стоит. Одет. Кепки, чтобы не видеть. Хорошо, хорошо. Трюк, а сейчас дай мне ему приедет. Я думаю, что ты настоящий, бля. И вы не снимаете. Я не снимал. Я не снимал. Мы не снимали. И я не снимал. С 의исочин, если вы снимали. У вас будет. Мы прошли. Наши правительства, которые обязаны защитить... И встречать с радостью. Да, встречать с радостью. А не с автоматом. Иди, ребята, одну минуту. Особисто подивився, особисто бачу, 4 подозри на киллера и 3, которые с ним были. У всех по одной и той же статье, 115 части на 2. 5-му, зараз они еще дооформлюют, чтобы правильно привязать, чтобы суд не мог отмогать. Тому, кто просто властник автомобиля. Завтра они оформлять, на арешт подадут документы, но повезут их послезавтра с ранку. Попросили в суде приехать и поддержать, и послезавтра их повезут на суд на оборудование запобежного запаса. А это время все, они находятся здесь? Все находятся здесь безвызно, их охраняют, приехали областники, приехали из управы, из Киева. Все находятся здесь, все-таки по контролю над контролем, потому что как-то контроль. Я не безвызно. А вы видите, когда суд, суд послал? Послезавтра. Послезавтра. Еще в 9 утра здесь. Они об этом скажут завтра. Послезавтра, да? Да. Подозрение. Подозрение, да. Предъявить подозрение. Что ты сейчас рассчитал? Получили подозрение. А? Подозрение и в суд направляют. А суд набирают меры пресечения? Месяц, два подозрения держат. Как решить суд? Но еще не подозрение? Нет. Подозрение уже вручено. То есть они уже подозривались. Как сказать, мы не подозреваем еще, а задержанные, да? Задержанные вручено, да? Да, вручили подозрение и подозрение. Набирают меры пресечения, и там начинается следственная деятельность. Вручено. Уходим на улицу. Подозрение и по статье. Подозрение в совершении преступления. Это не с моего? Это будет направлено в суд до утра дня меры пресечения. Так, вручено подозрение в совершении преступления. По статье. По статье. По статье. Это надо было сразу делать. Так. Народ, смотрите, многие от меня просят, чтобы я публично объявил преступника этого и признал, что он убийца. Смотрите, в чем момент. Люди, которые это вопросят, они не понимают, что на основании этого, когда дело попадет в суд, на основании этого заявления, адвокатам уже могут очень интересно сыграть и развалить в суде. То есть нам на данный момент нельзя ни в коем случае допускать даже не малейшие ошибки. Кто там все что накрутил, там интриганты, сказочники, будьте любезны. Давайте дома там рассказывайте свои фантазии своим женам. Потому что на самом деле дело серьезное. Вы там сидите непонятно где в бункерах своих, отписываете комментарии, там чего-то требуете. Но это глупо, ребята. Поэтому смотрите, сейчас должно пройти опознание, которое до сих пор не прошло, так как были нюансы, моменты. Те, которые под подозрением ребята отказались от адвокатов. Тех, которых предоставляет государство, им потребовали своих адвокатов. На фоне этого затянуло время по опознанию. То есть они тянут время. Для чего они это делают, думают, всем понятно. Поэтому будьте любезны, давайте наберемся все вместе терпения. И все будет Украина. Мы не будем делать поспешных шагов, чтобы не оступиться. Слава Украине! Смируем славу!